Всем привет! Добро пожаловать во Влог на пару! Как и обещала, я сегодня пробую все от Make Up For Ever. Сразу вам скажу, я присоединяюсь к маме и хочу сказать, что тушь просто отвратительная. Просто отвратительная. Она у меня ничего не завевает. Она комкается еще из-за кисточки. Из-за вот этой вот огромной кисточки я еле ее нанесла. Я тут чуть-чуть размазала. А все остальное мне пока что нравится. Это основа под макияж, тональная основа. Очень мне понравилась пудра. И я сейчас попробовала вот этот блеск для губ, который мне кажется... Я так быстро показываю, вы, может быть, не видите. Такой блеск для губ, который мне напоминает лак для губ из Saint Laurent. Только... Сейчас я вам его тоже покажу. Вот. И в Saint Laurent вот такой лак для губ. Только единственное, у меня такое впечатление, что этот блеск для губ более питательный. Но менее высушивающий точно. Вот пока все держится на лице. И в течение дня я буду докладывать вам сводки с полей, как что происходит. Подправлять макияж я не буду до конца дня. Постараюсь держаться, чтобы мы увидели стойкость и эффект от всех этих средств. Спасибо. 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 И снова здравствуйте. Я иду забрать заказ в офисе Арифлейм на Соколе. Хотела вам показать, как здесь все переделали, здесь все было перекрыто, миллион лет, я не знаю, несколько лет, точно, вот года 4 точно. И сейчас я вам покажу, тут какую-то эстакаду сделали, я даже не знаю, правильно найду или нет. Вот, я не знаю, эстакада вроде бы называется, в общем, такой подъем сделали, здесь раньше было все плотно, здесь был переход, видимо, на ту сторону. Здесь раньше был переход вот прямо туда, ну а теперь мы поворачиваем, и вроде бы я иду правильно, там есть переход, да, где офис. Я не очень люблю сюда приезжать, если честно, ну, это в основном связано с тем, что несколько лет здесь была стройка, и постоянно все менялось, и невозможно было нормально перейти дорогу, и пройти как раз в офис. Ну, сейчас я вам покажу офис Арифлейм, где возьму заказ, надеюсь, там ничего не переделали. А то я туда приезжаю, там тоже все время переставляют места, где брать заказ, в общем, все как на перстке, переставляют. Мне кажется, это или мойка машин, или какая-то стоянка. Там по-любому спуск в тоннель. Ну, и теперь я перехожу снова дорогу, и уже иду... Ой, сколько, тут что-то много народу. Смотрите, куча народу. А, видимо, здесь какой-то клуб открыли, и они ждут, когда их пустят. В общем, я иду уже в офис. Смотрите, куча народу. Так, вот так я выгляжу уже спустя... Так, 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 так... Спустя 18 часов после того, как я снимала начало, как я накрасилась. Ну, вы видели меня где-то через 5 часов после того, как я накрасилась в темноте. Но я тональной основой довольна, пудрой довольна. Все-таки ресницы посыпались, и вот это блеск для губ... Такая черненькая штучка ко мне привязалась. Блеск для губ, он не как лак для губ, он достаточно быстро смазался. Ну, по крайней мере, цвет очень быстро смазался. Вот такой обзорчик. Мне понравились и тональные основы, и основы под макияж, и пудра. Ну, основа достаточно долго держится. Даже до сих пор я ничего вообще не подправляла. Перед съемкой концовки я решила это снять. Ничего вообще не подправляла, так что я довольна результатом. Вот, я уже накрасилась, мама накрасилась. Всем привет! Меня же игнорируют. Да, мамы еще сегодня не было. Ну и что, что? Вопрос, вопрос, вопрос. Я хочу сказать, что эта собака, она очень плохо себя ведет. Вот видите, что вы творили? Очень плохо себя ведет. Басенька. Деточка, я уже подушкой закрыла ногу. Басенька, фу! Она мне сегодня мотофту всю разодрала. Подержи, пожалуйста. Вся в дурочках, я в нурочках. Басенька, фу! Представляете? Фу! Фу, лежи! Лежи! Сегодня мы так... Ну вот, Аня, вам отчиталась. Я хочу присоединиться по поводу Make Up For Ever, сказать, что... Тушь ты пробовала? Не понравилась. Да, тушь вот не очень, а основа... Тональная основа мне тоже, на самом деле... Но она хорошо ложится. Цвет просто не понравился. Не только цвет. Вот с ней, когда я пудру потом наношу, все абсолютно точечки, все поры на носу видны. А у меня нет. У меня наоборот всё так скрылось хорошо. У меня нет, у меня не очень хорошо это получилось. Вот. И... Виктория 88. Мы сегодня отвечаем на ваш вопрос. Басю фу! И так это совпало, что вы начали на нас ругаться, что мы вас как бы игнорируем. Ничего подобного. Мы просто отвечаем на вопросы по порядку. Я их фотографирую. А вы вообще не обижаетесь? Не обижаетесь. Нет, нет, нет. На что-то не ответили. И как раз вот сегодня подошла очередь вашего вопроса. Вопрос такой. Будет ли у вас новогодняя гонка, как в прошлом году? Это к маме, видимо, вопрос, потому что это у неё на канале называется новогодняя гонка. Нет, у нас же... Здесь новогоднее безумие называется. Здесь было новогоднее безумие. Будет у вас новогоднее безумие? Я думаю, что мы оставим этот вопрос открытым. И для вас будет сюрприз, она будет или нет. Удивите меня. Ну тогда придётся ещё на один вопрос ответить. Ольга Ольховская спрашивает. У вас дома, кроме декабристов, есть другие цветы? Есть ли дома орхидеи? Ну, у меня есть цветы, я их показываю периодически. Такой у меня этот, я не знаю, как он называется. Такой зелёный, белыми цветёт. Белыми цветёт. У меня есть алоэ, ещё какие-то там такие денежные деревья. А по поводу орхидеи, у меня нет орхидеи. Мне что-то они какими-то неживыми кажутся. Ну, не знаю, они не мои просто. Ну, девочки, мы что-то говорили. Тут просто занимаемся. Вы специалисты работают, укротите. Тут заяц мой. Держит собаку. Мой заяц. В общем. Ещё один вопрос делаем? Нет, благодарности. Благодарности. Мы, я сегодня благодарна, что я везде успела, всё сделала. Она сегодня за двоих всё делала. Я бегала по городу туда-сюда, холодно, знаете, плюс 3 градуса, вечером вообще было почти ноль, холодно. Меня чуть машина сегодня не сбила. Ужас. Она, когда пришла, мне всё это рассказала, я прямо, я ужаснулась. Думаю, боже, а вот если бы это произошло, где бы я её искала? Остановилась 10 сантиметров, ну, 10 или 5 сантиметров от меня. Я, знаете, какая злая была? Вот я не испугалась, а именно злая была. Я на пешеходном переходе, все остановились, а она прям вот мчалась и мчалась, как будто в последнюю минуту только меня увидела. В общем, я была очень злая, пришла маме, мама плачет, я не думала, что ты заплачешь, а что ты думала, я хохотать буду? Ну, я принесла нам две маковые булочки, мы их съели и успокоились. Две маковые красинки! И успокоились. Две маковые красинки. Я благодарна, что я жива, сыта и довольна. Ну, а ты как? А, благодарность какая? Мастер-фу. Ну, я благодарна тому, что то, что я хотела, оно случилось. Я очень рада, довольна, счастлива. Что бы это могла быть? Мне потом рассказывали. А-а-а! Всё, да, я поняла. Вот, и вообще, хорошо всё сегодня было, всё сошлось. Так, стеклось. Стеклось всё, да. В общем, мы с вами обязательно увидимся завтра. Короче говоря, я могу сказать так, я благодарна сегодня за своих друзей. Вот так. О-о-о, да-да-да-да-да-да. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, за что вы благодарны этому дню, какие у вас есть цветы дома. И расскажите мне, пожалуйста, о какой-нибудь декоративной косметике, которую вы недавно попробовали. Потому что я уже на этой неделе два раза вам рассказывала о своих новинкостях. И вы тоже мне расскажите, может быть, я что-нибудь тоже ещё новенькое попробую. Послезавтра, говорят, у нас уже в Москве нужно будет в снежки играть. Ну, в общем, мы завтра обязательно с вами увидимся. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Счастливого дня. О, да-да-да-да-да-да.